всем привет дорогие друзья товарищи соратники а хочется надеяться и коллеги очень давно не выходил в сеть в этом блоге в рамках данного проекта тому были объективные и субъективные к сожалению причины да вообще думал прекратить в общем то выпуск именно на канала дальнейших роликов но некоторые обстоятельства меня переубедили очень часто я встречал людей иногда людей сильно моложе себя иногда сильно старше которые у меня спрашивали а где новые выпуски на канале кто-то даже заявлял о том что он практически там вырос на роликах о западной армении и других материалах старых еще канала до военных до катастрофных и меня это серьезно сколыхнуло в том смысле что я подумал что канал действительно нужен и возобновить его стоит и не просто стоит но и необходимо поэтому ролики здесь будут выходить и я прошу от уважаемых подписчиков простого как и всегда смотреть по возможности ставить лайки репостить ну и приглашать возможно новых товарищей друзей соратников и прочих я думаю что хуже то от этого точно никому не будет лучше тоже хочется верить и так снова рад всех видеть рад со всеми общаться мы по-прежнему в армении мы по-прежнему стараемся по возможности делать то что можем для ее благоволучия и процветания и этот ролик и следующие многие материалы я хочу посвятить истории ибо понимая исторические процессы мы во многом выходим на препарирование ситуации в настоящее время и возможно имеем некие шансы для исправления будущего сейчас это крайне актуально я бы хотел сейчас поговорить о книге своего коллеги презентовать в каком-то смысле книгу его своего коллеги как хотя она была выпущена ну несколько лет назад это вам миликян и его монография борьба за баку книга посвящена трагическим событием весны 1918 года когда армяне дашнаки совместно с большевиками вынуждены были отбивать баку центр один из таких революционных центров за кавказе от реакционных сил мусаватистов то есть кавказских татар их политическая организация в будущем азербайджанцев и с серьезным подспорьем в виде турецких вооруженных сил и к сожалению грузинских межевиков книга написана на очень серьезном источниковом материале на материале архивов и я считаю что они необходимо поговорить ну вот я бы например сегодня хотел бы коснуться того как выглядел баку сейчас азербайджанская столица а тогда вообще нет вот концу 19 начало 20 века как выглядел этнический состав этого города сейчас практически на сто процентов азербайджанских ну мы знаем что даже татов несчастных столышами давно уже загнобили нас только что переписали в азербайджанцев а вот в 1889 году ситуация была кардинально иная вот у нас есть замечательный документ баку его окрестности это приложение к справочнике стражилы кавказа вот эта книга вышла в тифлисе то есть тбилиси в 1891 году на 63 странице мы вот которую собственно приводит господин миликян мы читаем замечательную совершенно информацию что в 1889 году городское население баку составляла 92 600 человек большой год по тем временам промышленный город мы понимаем а нефть качалась очень активно и вот из них по религиозному принципу пока еще не не по национально обратите внимание по религиозному принципу мусульман шиитов 39 508 причем подчеркивается в справочнике что главным образом это были таты то есть но не терки а ираноязычные мусульмане шииты и так далее армяне армяне составляет 25 тысяч восемьсот девяносто семь человек ну имеется ввиду прихожане армянской апостольской церкви разумеется далее русский двадцать две тысячи шестьсот девяносто три человека среди них незначительное число грузин почему русские с грузинами здесь у нас в одной в одном списке ну просто потому что и те и другие прихожане православной церкви еще раз отмечу что эта статистика по религиозному признаку далее русские молокане и другие сектанты ну то есть не православные прогуны духоборы они тут перечисляются старобрядцы скопцы много было замечательно совершенно сект может быть об этом тоже поговорим и другие девятьсот семьдесят человек далее католики тоже они здесь присутствовали 1211 человек далее лютеране но мы понимаем немцы в регионе присутствовали были 1919 человек евреи 402 человека такая вот красноречивая статистика но идем дальше идем дальше и читаю что из 300 из 39 тысяч пятьсот 8 по 508 мусульман шиитов татов было двадцать девять тысяч шестьсот тридцать один человек тюркского происхождения девять тысяч восемьсот семьдесят семь человек ну то есть получается так и далее 1889 году в столице нынешнего азербайджана проживало около семи тысяч кавказских татар которые составляли лишь семь восемь процентов населения ну вот такая вот динамика из этого совершенно очевидно у нас следует что в конце восьмидесятых годов 19 века в баку вторыми по численности после татов были армяне армяне кавказские татары при этом жили даже таком вот небольшом количестве в основном в старой части города в районе замка крепости и и в чемберкенде собственно здесь мы выходим на очень интересные выводы да о том как преобразовалась эта этническая статистика этот технический состав вот буквально в течение там 100 ну чуть более ста лет собственно политика современного азербайджана и даже такая оппортунистическая политика советского азербайджанского руководства которые мы знаем что под маской строительство коммунизм где строили там совершенно не коммунизм а уж с конца восьмидесятых годов то распоясались и вовсе так вот она привела к тому что полностью столица нынешняя азербайджана город баку решила своего своей армянской составляющей и мы знаем что вообще-то армяне то в баку были в основном то не простыми гражданами значительное число среди них было и и промышленников капиталистов и наиболее квалифицированных части пролетариатов и мелкой буржуазии тоже и представителей сферы культуры искусства и прочее об этом кстати я предлагаю поговорить уже в следующий раз когда мы обсудим вот процент промышленников армян и вообще то как эти промышленники взаимодействовали с азербайджанским сегментом данного социального слоя на сегодня давайте мы завершимся я еще раз всех благодарю за внимание я обещаю выпускать ролики чаще до новых встреч